Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Второй прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого. Но вы люди интуитивные, и я надеюсь, что какие-то подсказки, если соединить интуицию и образы карт, подсказки для вас определенно будут. Мы разделим месяц условно на три части или три декады. Достанем три карты, а потом каждую раскроем по основным сферам жизни. Итак, первая декада. Вторые 10 дней. И третья декада. Давайте узнаем. Девятка кубков, мои дорогие. Начало месяца как раз говорит вам о том, что месяц должен пройти удачно. Ну, карта радости, по сути дела. Девятка кубков не совсем. Тут радость к нам приходит как чувство, эмоции. Она приходит к нам через материальное благополучие. Хоть и кубки, но тем не менее о деньгах или о каких-то достижениях. То, к чему вы шли. Остаетесь довольны. В целом, ваше материальное положение сейчас достаточно прочно. По крайней мере, есть возможность для многих как-то коренным образом изменить ситуацию. И деньги мы не тратим. Вот как будто все то, что к нам приходит, мы должны сохранить. Потому что по нумерологии 9 это всегда преддверие перемен. И для кого-то из вас есть, конечно, по этой карте значение, что мы должны словно себя чем-то побаловать, похвалить. Может быть, какой-то сложный период мы выдержали. Но вот так глобально о каких-то покупках, тратах, вот об этом карта точно не говорит. Но, может быть, не забываем, что у нас 23 как раз июля. Получается, Венера уходит в ретроградное движение. И начало августа уж точно. Не самое лучшее время, чтобы совершать какие-то глобальные покупки, если, конечно, это не сопряжено с бизнесом или, ну, с какими-то рутинными необходимыми делами, которые предусматривают сами по себе это. Давайте мы посмотрим. Достанем три карты дела, работа, бизнес будет первая карта. Что у нас с финансами и личная жизнь. Итак, как пойдут наши дела? А знаете, мы уже тут смотрим вперед. Пять минут до старта. И у кого-то конкретный старт, который будет сопровождаться переездом или поездка какая-то. Здесь могут проходить не только те поездки, которые мы планировали, а, может быть, обстоятельства так вокруг вас будут складываться, что непременно нужно будет отправиться, чтобы, к примеру, что-то разузнать на месте. Или проверить какой-то свой план, насколько это сработает. Может быть, мы что-то просчитываем. Вот это как бы по карте тоже проходит. Мы словно закладываем на будущее свой собственный прогресс. Это новые проекты, это какие-то новые начинания, планируемые. Или те коррективы, изменения, которые мы вот-вот внесем. И сама по себе эта карта еще говорит о том, что у нас все под контролем. Поэтому в целом на дела, на работу, на бизнес, как бы начало месяца, первая декада достаточно обещают нам быть спокойной, стабильной точнее. Нам не сказали, что это будет штиль какой-то, конечно, нет. Но результат нас будет как-то радовать. И это самое главное. Что у нас по финансам? Да, какое-то ваше решение. Я бы сказала, вам необходимо будет сделать это решение. Ведь тройка жезлов, она о чем говорит? Словно мы стоим на берегу, и в большинстве, кстати, карт, так человек и нарисован, показан. Он либо в гавани, либо вот где-то совсем на берегу стоит и ждет, когда подойдет корабль. Или выбирает, как будто вот этот элемент тоже выбора, он может присутствовать. Так вот, мы уже как будто где-то в своей душе четко знаем, что мы хотим сделать. И четко знаем, чего нам не нужно. Это немаловажно, вот именно вторая часть этого вопроса, когда мы где-то не хотим обманываться. Поэтому есть определенный просчет, поэтому есть и стабильность, и есть его величество, выбор. Но, видимо, какой-то последний аккорд, скорее всего, вы захотите сделать. И для вас это может еще означать, пусть это нам выпадает на деньги, тушь жезлов, много горячей энергии. Мы хотим очень осуществить, чтобы у нас получилось. Может быть, это как новый бизнес или это новая работа. Начав что-то, вы будете видеть, вас это вдохновит. Потому что потузу, жезлов – это ведь возможности в первую очередь. Причем те возможности, которые нас где-то захватывают. Это, знаете, как чутье срабатывает вот мне вот в этом направлении. И тут как будто вы будете четко знать, где заработать больше денег. Как и внутренний инсайт это может быть. А, возможно, у кого-то будет связано с поездкой, когда мы что-то просчитаем, выложим в какой-то тезис-план. И так тоже может быть. Продуктивное начало месяца – это здорово. И у нас выпадает нулевой аркан на личную жизнь. И надо сказать, в этой колоде, обратите внимание, нам шут изображен вовсе не как в остальных колодах. Здесь скорее он похож на мага. Он жонглирует всем зодиакам. И это ловкость где-то. Да, конечно, с одной стороны, это может быть, как, допустим, мы столкнемся с человеком, который пытается на нами манипулировать. Увы, такое тоже может быть. Но все же больше проходит как вдохновение, как новые возможности. И начало практически нового жизненного этапа. Когда мы просто спиной поворачиваемся к прошлому. Может быть, это все-таки старший аркан. И нам говорят, что на вас, на вашу личную жизнь будут где-то влиять обстоятельства или обстановка, в которой вы находитесь. И если было сложно сделать какой-то либо выбор или принять просто в отношении чего-либо, может быть, и в отношении человека, или это какой-то более материальный вопрос, но, тем не менее, все равно с взаимоотношениями связан. Так вот, нужно было какое-то однозначное решение принять, и мы, скорее всего, его не просто принимаем, а потому что нас захватывает, словно, понимаете, какая-то новая игра жизни. Может быть, это игра по новым правилам, но мы будем чувствовать себя настолько ресурсными. Конечно, мы должны быть осмотрительны по этой карте. Пусть это нам на личную жизнь. У кого-то ведь это может проиграться не только про любовь. Это ваши амбиции, достижения тоже по этой карте в позиции личная, как бы жизнь может пройти в плане вашей личности, то, что для вас сейчас в приоритете. И для кого-то я могу предположить, вопросы финансов и работы или ваши деятельности будут на первом месте. А еще с учетом того, что я как будто знаю, как мне теперь действовать, то вас именно этот процесс может захватить полностью. Так вот, рассчитываем мы сами на себя. Мы в чем-то не должны просчитаться. И самое главное, не надеть на себя розовые очки. То есть видеть, что есть по факту. Быть где-то готовым к тому, это старший аркан, опять же повторяю, что обстоятельства будут постоянно вокруг нас меняться. Не будет какой-то статики в чем-то, как ситуация вокруг вас. Не будет, может быть, и стабильности. Не случайно у нас показан шут, тот, который играет с зодиаком. То есть вам где-то придется пребывать в разных энергиях. Может быть, переключаться с одного на другое. У кого-то это будет режим такой многозадачности, или это может быть режим какого-то, знаете, информационного хаоса. Такое тоже вполне возможно. И тогда. Но отделить какую-то истину от ложной информации, и это будет тоже для вас важно. Не рискуйте собой, вот это самое главное. Потому что сейчас такие планетарные и в последующем тоже события, что тайное все равно станет явным. И значит, мы где-то не должны согласиться на какие-то мутные схемы или липовые сделки, потому что мы себя не должны иными словами говоря, не должны подвергнуть риску. Ну, а для кого-то из вас это новое знакомство буквально тоже может быть, как новые какие-то отношения. Давайте посмотрим вторую декаду. Карта Сила. У вас здесь по нарастающей идет. И Карта Сила, безусловно, это много горячей энергии. Наверное, недаром август, это у нас знак льва. И в начале августа и в середине августа будет очень важное время для вас, когда, как будто, знаете, врата вам Вселенная откроет для самореализации. И нам изображена девушка вместе со львом. И она словно на поводке, на цепи держит этого льва. Хотя, может быть, вам не очень свойственны вот такие горячие, порывистые, в плане импульсивные, как по овну энергия. Но, видимо, будут такие побуждения нас самих, как хочется продавить какую-то свою теорию. Или хочется ускорить какое-то дело. Или хочется сказать всем то, что я думаю. Может быть, уже и заслужили к этому времени, чтобы это услышать. Но все же девушка держит на цепи этого льва. А лев вообще это прообраз нашего эго. Это где-то аллегория. Поэтому мы должны эмоционально себя сдерживать. И в большинстве ведь колод, карта силы, она как раз больше в других энергиях. Больше в энергиях манипулятора изображается. А здесь нам показывают, что мы уверены в собственных силах. Мы теперь как будто в середине месяца. Вы точно будете знать, в каком направлении двигаться. Как правильно поступить. Вы сможете со всеми договориться. И если мы говорим в позиции манипуляций каких-то, то да, позиция серого кардинала для вас будет очень выгодна. Потому что все решают люди. И какая-то диалоговая форма должна быть. Не монологовая. Это нам даст возможности договориться даже со сложными людьми, но нужными людьми. Или обойти острые углы в каких-то ситуациях. Будьте внимательны. Но энергии будет достаточно. Как и душевных сил, так и физической энергии тоже. Но я могу сказать, что хочется продавить какую-то ситуацию, сделать что-то по-своему. Может быть и обстоятельства какие-то затянулись. Давайте мы немножко раскроем эту карту. Дела, работа, бизнес. Достанем тоже три. Что у нас по финансам ожидается и что в личной жизни. Итак, дела, работа, бизнес. Но придется надеяться самим на себя и на свою интуицию. У нас показан отшельник, который идет с фонарем. Ведь это диаген, который тоже у нас, как известно, с фонарем. Так вот, прообраз этого фонаря. Это не что иное, как интуиция. Недаром говорят, что фонарь включается именно в тот момент, когда это необходимо. Поэтому прислушивайтесь к подсказкам своего шестого чувства. Это будет ваше, знаете, как союзник, как друг. Вы сами себе друг практически. И помощник. И нам показан вот тот отшельник-мудрец, который шел по дороге. И дорога ведь нам, знаете, мало того, что он идет в одиночку. Так еще и дорога, я надеюсь, видна. На карте изображена, как и не дорога вовсе, а какая-то тропа, которая в небесах, в пространстве. Она не опирается ни на что. Значит, для кого-то из вас это как нехоженная какая-то тропа или новый путь, может быть, новые варианты для бизнеса или новые варианты самовыражения. Может быть, кто-то из вас какое-то хобби, ремесло. Вот что вы умеете делать? Тут ремесло пройдет великолепно по этой карте. Как будто можно начинать практически с нуля. Вот что-то ж вы делаете лучше всех. И здесь как будто можно запустить такой пробный проект, и вы останетесь тоже довольным. Но вот на этом пути, когда мы ни на кого не надеемся, когда мы хотим самореализоваться или сделать какое-то дело, которое завершить, может быть, которое для нас имеет большой смысл. Мы должны быть осторожны. И если мы говорим про интуицию, как будто отшельник подсвечивает этим фонарем дорогу, путь свой, и увидит, что перед ним змея свернулась в клубочек. Вот поэтому важно будет услышать подсказки своего шестого чувства. Может быть, буквально вам ваша интуиция будет подсказывать, с каким человеком как, на какой волне нужно договариваться или, может быть, кого-то вообще обходить, или каким образом быстрее подписать документ или завершить начатое. Что у нас? Ну, надеемся сами на себя. Я должна сказать, я люблю эту карту. Почему? Никто не мешает. У меня часто выпадает карта отшельник, и если она мне выпала, я точно знаю, что явных помех практически нет. Только если сам не сглупишь. Вот правда, ну, наверное, вот на этой колоде карты нам изобразили вот эту змею на пути отшельника. Поэтому будьте внимательны. И на деньги, ну, скорее всего, деньги тут нам уже говорили, что будут. Но, видимо, будет сложновато. Может быть, сложный период что-то удерживать. Или период какой-то, правда, многозадачности. И у нас ведь в предыдущей карты выпал именно старший аркан. Поэтому сразу нам говорят, вы будете что-то либо отстраивать, обустраивать, решать, ну, что-то делать. И именно исходя какой-то, из какой-то ситуации или обстоятельств, которые вокруг вас будут меняться. То есть придется учитывать то, на что мы не влияем. И где-то это может быть, ну, как и напряжение нервное сказаться может. Или физическая усталость. Потому что по десятке жезлов для того, чтобы больше денег заработать, нам говорят, ты должен заниматься конкретно тем, что имеет значение. Ты должен отдыхать. Режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки. Если ты через меру себя нагрузишь какими-то делами, ты начнешь чего-то упускать. Или что-то для тебя будет казаться неважным. Вот, наверное, отшельник и вот эта змея, о которой я сейчас только что рассказала, приблизительно это то состояние, которое у нас может быть из-за усталости. Может быть, с учетом того, что в августе еще в середине августа тоже, и в начале, кстати, есть опасность, тем не менее, как будто, ну, потратить деньги не в том направлении. Вот поэтому для нас дважды будет важным где-то быстро анализировать и принимать решения и не включаться во все задачи, вопросы, в какую-то рутинную, особенно деятельность, которую может сделать кто-то другой. А может быть, нам придется, обстоятельства так сложатся, если работать, вот, может быть, на нескольких еще работах, или двигаться, может быть, один проект вы еще не завершили, но уже начали что-то другое, к примеру, да, и вы понимаете, что я не могу поступить иначе. Так вот, эта карта говорит, мы выдержим какое-то напряжение, из последних сил, но выдержим, но отдохнуть как будто совершенно точно придется, и после этого с вопросом собственной загрузки в плане по времени, по силам, нам все равно придется это решать. Мы должны быть более ресурсны. И в личной жизни девятка мечей здесь может прийти, вообще, это ведь карта ночного страха какого-то, это то, чего нет в действительности. Поэтому уставшие люди делают ошибки, мы, правда, из-за какой-то усталости, несмотря на какую-то ресурсность, мы как будто можем сдать назад. Может быть, у кого-то ситуация такая в личной жизни, что есть какое-то разочарование, или ведь это не то, что случится, это то, чего нет, мы сказали. Но часто девятка мечей появляется, потому что есть уже, была какая-то ситуация в прошлом, которая нас не радовала. И мы могли бы забыть, но вот почему-то в нашей душе это осело. И здесь не что иное, как воспоминание. Почему идет значение, как ночной кошмар. Нам словно приснилось. Еще раз это возобновилось в нашем сознании, в нашей памяти. И это есть какая-то деструкция. Самое главное – открыть глаза, проснуться и увидеть, что есть в реальности. У кого-то может проиграться такая ситуация, что, несмотря на вашу сильную позицию, вы можете себе просто неправильными мыслями или какими-то сомнениями в принципе мешать. Поэтому будьте внимательны. Но у кого-то может быть и такая обстановка, что есть какие-то обязанности, которые я не могу бросить. Может быть, куда-то нужно срочно поехать, отправиться или какие-то вопросы решать. А меня держат какие-то обстоятельства. Но вот из-за этого есть какие-то эмоции. И вы знаете, по карте силы ведь есть возможность как-то любую ситуацию разрулить. У вас аркан-отшельник. И я повторяюсь, когда отшельник, ничто не мешает. Ну, понятно, эта фраза условная. И если есть какие-то реальные помехи, значит, есть и выход, мои дорогие. Вот это работает по отшельнику железно. По себе знаю. Поэтому у вас два серьезных аркана – сила и отшельник. Нет как таковых препятствий. Если мы их сами себе либо нарисуем в нашем сознании, либо создадим какой-то общей усталостью. Третья декада. Все будет зависеть, как вы, видимо, пройдете вторую декаду. И по четверке кубков увидеть свои возможности в первую очередь будет для нас задача. В этой колоде карт четверка кубков как раз очень такая добрая карта, когда вы чего-то не должны упустить. Хотя в других колодах это идет, как карта апатии, когда человек смотрит в землю, если вы помните. Я в остальных колодах практически во всех. Так вот здесь как раз человек видит этот кубок, но он как будто заизучался или зачитался. Чем-то он увлечен другим. И он как будто раздумывает. И в этой колоде нам говорят, вот если что-то предлагают, разберешься ты потом. Бери. Коротко и ясно. Ни от чего не отказываемся. С собой, понятно, не рискуем. Где-то пространство для маневра мы себе оставляем. Но, видимо, вот так вот сходу понять нужно, не нужно. Тут ведь и новости могут быть, тут и предложения по работе могут быть. Могут быть предложения в личной жизни или какие-то известия. Ну, давайте будем смотреть дела работы, бизнес, финансы и личная жизнь. Дела работы, бизнес. 20-й старший аркан. Нам как будто ангел трубит о том, что прошлый, какой-то затяжной и сложный период уже закончился. Все. Это карта возрождения, в первую очередь. И какого-то, как и душевного полета, так и новых возможностей. И когда мы оставляем прошлое в прошлом, очень добрая действительно карта. И посмотрите, крылья, да, как прообраз, которые, те крылья, которые на посохе Меркурия изображаются. И это одновременно символика небесного благословления. Значит, у кого-то, вы знаете, какая-то ситуация в вашей жизни, может быть, она где-то в середине развивается месяца. И ведь вы все контролируете, обратите внимание, у вас очень сильная позиция весь август. Но какие-то обстоятельства, то, что уходит из вашей жизни, просто отпускайте. Для нас, словно пространство, будет освобождать врата, для того, чтобы мы могли пройти, вот лично вы, совершить какой-то свой путь, добиться именно того, своего призвания, предназначения, для чего мы пришли в этот мир. Ну и еще и это освобождение от боли, не надо забывать. И поэтому, словно, боль отступает. И нам проститься, кому-то или чему-то сказать до свидания, намного проще в конце месяца. И у нас дела, работа, бизнес. Вы можете поменять действительно работу. Или уйти, словно, в свободное плавание. И если еще здесь где-то вы думали, пробовали, а тут уже где-то даже, если были какие-то, ну так вот, камни, преткновения, но, видимо, вы взвесите на одну чашу весов, положите какие-то свои возможности, перспективы и желания чем-то заниматься. Может быть, на другую чашу весов вы положите. Какие перспективы на предыдущем месте, или финансовые какие-то эквиваленты. И примите решение в сторону самого себя. Это точно. Но это старший аркан, и это какие-то обстоятельства. Видимо, действительно, вселенная будет словно подыгрывать вам какую-то обстановку для вас раскрывать полностью. Вот в каком-то спокойном режиме вас подводя к важному решению вашей жизни. И что у нас здесь получается по финансам? Ну, прекрасно. Нам здесь сказали же, с этого все началось, что как раз финансовой стороной мы должны быть довольны. Конечно, от наших усилий, от наших решений, может быть, от нашего мужества. По тройке жезлов, которая выпала второй картой, подразумевается мужество. Мы ведь должны решиться на какой-то шаг, что-то сделать совершенно не так. Может быть, отправиться в какое-то другое место, или поменять что-то в своей жизни. И мы будем вознаграждены определенно, потому что к концу месяца финансовый эквивалент как будто многократно может удвоиться. И если здесь была девятка кубков, а здесь уже десятка пентаклей, это может быть так же, когда мы обустраиваем что-то дома, делаем жилье более комфортным, потому что по десятке пентаклей идут сразу, вот, знаете, несколько позиций, несколько сфер нашей жизни, как и дом полная чаша. Или это моя цитадель, где я могу, ну, отдохнуть полноценно, да, где мой релакс, где я могу не беспокоиться, не суетиться. Мы как можем буквально улучшать что-то в своем жилище. Так и в значении вот именно того места отдыха, где мне хорошо просто. Это и наши близкие, наши любимые. Это связь между поколениями. Ну, и, безусловно, по пентаклям это максимальная карта 10. И это как будто итог какой-то приложенных усилий. Определенно вы увидите, мои дорогие. Что в личной жизни? Умеренность. Ну, наверное, нам карта не говорит о том, что какие-то перемены кардинальные. Вот перемены начинаются вначале, или могут начаться, или мы сами можем задуматься, а что мне нужно изменить. То здесь вот аркан умеренности, ну, где-то все спокойно. И для кого-то вообще личная жизнь, наверное, в августе может означать где-то то же самое, что и было, может быть, на конец июля. Или ваше отношение развивается, но тогда это в каком-то спокойном ключе. Такое тоже может быть. Но главное, это вам хочется. Как стабильности, как порядка какого-то, так больше, может быть, вдохновения в отношениях закончится вот это так. И вообще-то сам по себе ведь очень приятный период конца августа для вас. Обещается, когда мы можем словно вот выдохнуть свободно, освободиться от грустных, ненужных мыслей или от того, что нас разочаровывало. Это в значении, когда действительно прошлое нас больше не ранит. По аркану страшный суд. Когда у нас наступает финансовая стабильность. И третий момент, когда есть, безусловно, взаимопонимание, какая-то гармония, как в нашей личной жизни, так и в семейной тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие представители знака Зодиака Рак, и будьте счастливы и любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok